так что тогда на технич вот как мне поступить подскажите на меня вот вячеслав у как сказать он меня постоянно то блокирует то не хочет там горит я не буду тебя брать денег там вот на трехтомник я хочу давать это он говорит тогда когда я начинаю что-нибудь как сказать ну вроде как указывать не то что указывать я считаю что я хочу помочь подсказываю а может быть он решать что я указываю и как-то ему неприятно что ли что вот я так говорю а это хочу просто помочь и как вот я считаю что ну я понимаю что мне кажется что они в чем-то ошибаются может быть а может мне может я я ошибаюсь что они ошибаются имеет такое просто впечатление складывается я хочу помочь они вот не хотят со мной разговаривать и когда деньги то не у него собираются то я вам скину куда посылать посылайте я знаю я посылаю просто когда я начинаю говорить по поводу вот вот этих денежных вопросов они начинают он начинает меня это блокировать так скажем ну говорит я от тебя вообще буду не буду денег брать если ты будешь на этот что-то разговаривать не берет пускай он правильно говорит все на ему это никак нельзя на него он намек дает тебе другой человек это возьмет на которого принято у нас который пересылает теперь непосредственно уже типографию я про другое говорю игнать технич про то что он скажет и тому человеку не брать от меня денег вот что он про вот это говорит не надо смотреть внимание тут главное сейчас подготовить успеть в этом году иначе на том году еще больше повысит цена в несколько раз возвысилась за это время бумаги то нету из китая все покупают да вот у меня у меня мысли уже давно просто они говорят такими словами которыми получать у меня складывается впечатление что они может быть неправильно рассчитывают вот эту стоимость может быть я не знаю может я не туда лезу ну узнали в нескольких типографиях николай астахов этим занимаются я ходил потому что я издавал не одну книгу а 48 я не про это а про другое немножко там про расчет про расчет и говорю про расчеты мы сравнили в какой типографии дешевле смотрели какая бумага надо чтобы не просвечивала надо было оптятная была и милованная много у нас изображений это дело непростое простите я не не про то говорю а про немножко про другое у них же там расчет в расчет влазит десятина у меня так понимаю но они не должна она влазить там в расчет она они они почему-то это не десятина никакой десятина я туда сколько мог собрал от продажи прежних их ни кого десятину отдал допустим у них нельзя до 10 надо от торговли идет то эти книги продавать нельзя они будут жертвуется также священником да 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 это понятно а я про другое про то что они говорят постоянно что вот та сумма которую вы перечисляете к еще в начале еще когда только начали это все еще еще только планировали это делать уже вот такой расчет был сколько будет стоить из-за того что и может быть я думаю что они думают что у них не хватает там допустим на тысячу там или на четыре тысячи из-за того что они неправильно рассчитывают вот это вот что они включают десятину туда может быть никакого отношения не имеет не надо на это смотреть никак потому что для дела божий для священников я не про это говорю это все хорошо что десятина что она на дело божие это все хорошо это все правильно просто я про тот расчет который они делают мать и они говорят что якобы я так понимаю и они так пишут вот я вам даже скинул прям точно прочитаю как вот они пишут они это еще год назад когда еще только начали они это уже так говорили вот такими словами сейчас секундочку значит вот вячеслав пишет ты сдаешь мне пишет ты сдаешь деньги для получения книг на всю сумму это он спрашивает меня десять процентов видите они сумму не считая десять процентов вот у их я вот думаю что у их ошибка в том что вам то деньги не нужны и священникам деньги не нужны им нужны книги и они должны вот эту десятину считать не с денег сейчас которые сейчас собираются а уже потом когда уже все напечатается уже тогда потом считать десятину в книгах то есть уже книгами вам отдать именно именно так и так да да то есть они сейчас они сейчас не должны говорить про сумму какую-то что что сейчас я отдаю сумму и из нее считать десятину и сейчас это так не работает может быть из-за этого они сейчас вычитывают нет 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 тут ворованного нет тут главное ворованного нет а про то что у них может быть поэтому и не хватает что они сразу сейчас вычитают Что мы будем думать по этому, не по этому? Упремся в это. Раз по этому, не будем делать. Нет, я все делаю, я уже перевожу. Я уже перевел какую-то часть, еще буду переводить. Просто, может быть, они бы напечатали больше из-за этого. Потом, я понимаю, что, может быть, у них потом останется. О, ничего себе, у нас осталось. А как же мы так осталось-то? Мы же могли бы больше напечатать. Нет, там не останется ничего, потому что там много изображений, 240 страниц картин. Нет, я не проверю. Это намелованные бумаги на дорогой. Все это с закладками. Ты посмотри, как выглядело второе издание. Это третье издание будет. Я все понимаю. Я про расчет вот этот. Они все время говорят сейчас про какие-то деньги. Мне кажется, неправильно может быть. Я не знаю. Может, я ошибаюсь. Может, они просто так говорят. Отойди, что неправильно. Деньгами распоряжаются другие. Зачем на эту операцию? Я это все знаю. Если люди не знают, куда десетину дать, не знают. Церковь идет в торговлю. Куда деть? Тогда сказали, можете послать на книги, получите книги, и книги эти подарите, кому надо, священникам. Тут все правильно сделано. Это я все понимаю. Это все правильно. Я про вот этот, про расчет говорю. Расчет такой. Это они рассчитывают. Зачем туда вмешиваться? Я не вмешиваюсь. Я как только счет набирается, так сразу отправляю деньги туда. А, ну хорошо. Я тоже так вот делаю. Мне зачем рассуждать об этом? Там на это поставлен человек, который распоряжается этим. Абсолютно честно. Ни одна копейка никуда не денется. Это все понятно. Просто бывает, ошибаются люди. Может быть такое. Нет, это не надо об этом думать. Не надо. Из головы выбросят. Это значит одно и то же толочь. Наша задача пожертвовать, если можешь. Нет, значит нет. Никто за руку тебя не тянет туда. Ясно, ясно. Я каждый день ищу, где возможно достать, кому раньше дарил книги. Может быть у них что-то есть. И все туда отсылаю. Несмотря на то, что десяти наизданных книг принадлежит мне для подарков. Я ни одной книги не продавал. Из этой, из Нового Завета отдельно. Столько комплектов. А сейчас, которые остались, тогда там по счет ведут, сколько идет с моей стороны, чтобы потом приложить туда. У меня-то столько знакомых, хочется подарить. Я для новорожденных дарю, для сочетающихся браком, для людей, которые пришли новое, принимали крещение. Я всех их одариваю книгами. А где я возьму? Минимальная пенсия, пенсия бомжа. Мне не давали работы, только сторожем. Понятно. Игнат Ильич, мне на работу сейчас бежать. Сколько? Отошел. Спасибо, Христос. Благодарю. Что-то есть, не пожалеешь никогда. Твои деньги пойдут на небо. Да-да-да. Спасибо, Христос. Сколько? Отошел, да? С радостью, да. С радостью.